И всем привет, ребят! С вами Сарваненька и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Вчера у нас подвергнулась балансу пару интересных пушек. Сегодня мы тестанем одну из них. Это будет пушка Смака. Можно, конечно, было бы остаться на моем любимейшем страйкере и рассказать про него, как его апнули. Но в связи с тем, что я и так играю 24 на 7 на этой пушке, все-таки обратим внимание больше на Смаку. Орешечка Педаль на меня там уже 40 раз зовет в группу, не знаю, что он от меня хочет. Что касаемо урона пушки, то что критически, что обычный урон в максималке своей поднялся на 50 единиц. Не сказать, что это много, но может быть это даст какие-то свои определенные плоды и нам это все дело нужно сегодня вместе с вами протестить. Будет у нас две каточки в двух разных режимах и с двумя разными устройствами и двумя разными комбинациями. Первая комбинация это Хорнета Смака с автопушкой, вторая комбинация это с суперкумулятивными снарядами Викинга Смака. То есть мы сегодня рассмотрим две комбинации и посмотрим, как это все дело изменилось в лучшую и в худшую сторону. Есть ли какие-то моменты, которые будут заметны в этом обновлении. Пикаем изначально на Хорнета Смаке я думаю, что режим контроля точек, ну а на Викинга Смаке сыграем ТДМку. Надеюсь, что одна, что вторая катка завершится досрочно, дабы не было такого, чтобы мы катали две полноценные по 15 минут боя. Я думаю, что это довольно-таки было бы долго. Надеюсь, что бои будут побыстрее и мы сможем в них уже эти два вооружения рассмотреть. Почему именно Хорнета Смака и Викинга Смака суперкумулятивные, а Хори Смака с автопушкой? Викинга Смака с автопушкой не несет никакого посыла и никакого особенного смысла. Хори Смака в свою очередь была когда-то очень метовой жесткой имбой. Такое у меня устройство почему-то не переоделось. Сейчас быстро поменяем устройство. Когда-то была суперметовой имбой. Ну и поэтому я надеюсь на то, что это обновление повлияет в лучшую сторону на эту Смаку. И мы вместе с вами сможем увидеть ее доминацию. Ну, по крайней мере, балансность в нашей игре на данный период времени. Начинаем накидывать. Потиху занимаем позицию. Все вы понимаете, что здесь должен быть очень хороший критический урон. И пока что, ну, было 2 или 3 хороших крита. Плюс с бустером тоже довольно грамотный урон залетает. Критов не такое большое количество. Если честно, я думал, что критов с этой Смакой будет побольше. Но надеемся на лучшее. Это только начало боя. Ну и хотелось бы, наверное, сейчас под контроль все точки сразу взять. У меня, кстати, что-то громкость звука большая сейчас. Сейчас с респа пофиксим это дело. Сейчас пофиксим. Что мне громковато стоит. Непривычно аж. Так. Плато одна из удобных, наверное, карт для Смаки. Поэтому я думаю, что здесь мы вместе с вами все и увидим. Автопушка с харьком под критом. Это безумно большой урон. По танку, который не под ДАшкой. Это 3400 урона, который под броней. 1700. Шикарнейший урон. Можно успеть, наверное, ну танка 34 смело зареспить. Даже на бою 6 на 6. Я считаю, что это неплохой результат. Ну и по урону я бы сказал бы, что хороший урон наносит автопушка. Я не знаю, что там было с ней в последнее время, но сейчас меня урон вполне устраивает. И даже, я бы сказал, радует. Еще хочется свестись по мне шафту, но надо отпикать его. Без купола он, конечно, так уже нагло и агрессивно стоять не будет. Здесь после захвата точки, я думаю, что можно было бы уничтожить эту хоризиду. И сейчас отправиться на давление куда-нибудь на центр. У меня есть овердрайв. И было бы неплохо его сейчас реализовать. Прожимаем его здесь. Уничтожаем одного. Уничтожаем второго. Третьего успею. Нет, не успел. Пол хп оставил. Но результат меня вполне впечатляет, я вам скажу. 11 киллов за 3 минуты. Это не сказать, что прям сверх жестко. Но для 6 на 6 это хороший результат. Это хороший результат. При том, что в моей команде максимальное количество очков это 115. Да, значит показывает себя на достойном уровне. Но мы, к сожалению, не выигрываем. К сожалению, пока что по командным взаимодействиям у нас не все так хорошо. Так, ну и хантер меня здесь фриз переигрывает в упоре. Но сближаться с ним не всегда выгодно. Я бы даже сказал, что практически никогда не выгодно. За счет того, что он сейчас наносит очень большое количество урона за счет карита своего. И как только он прокает, шансов у меня уже очень мало становится. Один из вариантов тоже реализации этой смоки это нанесение урона сразу по нескольким целям, чтобы заработать с каждого по 5 очков. Вне зависимости от того, уничтожите вы танк или нет, вы сможете с каждого забрать по пятерке. Вот, например, одну смоку по одному, по второму, по третьему. И если, например, ваши тиммейты будут потом уничтожать их, вы 5 очков свои дополнительные заберете. Но можно играть и персонально сразу по одному танку. Уничтожая его, получаете сразу кильчик 15 очков. Так тоже можно делать. Но если, например, большая карта, да, как вариант, можно накидывать по всем сразу. На вулкане я тоже такую вещь практикую. В принципе, с такой смокой, которая стреляет с очень большой частотой, можно эту вещь тоже реализовывать. Ну и бустер, как по мне, тоже шикарно работает. Критов я бы не сказал, что много с автопушки вылетает. Но за счет харька, за счет овердрайва этих выстрелов становится больше. К слову, можно даже, наверное, пробовать тестировать эту всю вещь с диктатором. Да, если вы смотрели последний видеоролик, который я записывал с дикострайкером, то вы видели, насколько грамотно работает эта комбинация. По сути, с такой же удачностью эта комбинация может работать и на смаке. Но сегодня мы ее показывать и тестировать не будем. На смаке, к слову, резистов в матчмейкинге крайне мало. Сейчас, конечно, в этой катке уже 2 оппонента взяли. Но вообще, если вы запикиваетесь в бои, то, скорее всего, резистов от данной пушки не будет. За 5 минут мы набили 20 киллов, что является очень неплохим показателем. При том, что меня, ну, респит довольно жестко, довольно плотно. Мы катку вообще в ноль проигрываем. Ничего не получается ни у команды, ни у меня в целом. Я, конечно, какие-то свои киллы даю. Но их могло бы быть намного-намного больше, если б ребяточки старались играть на победку, больше пушить и ехать на точку. 22 килла. Давайте попробуем сделать максимум. Хотя бы под контроль своей точки я буду держать. Хотя бы одну, если зацепим, потом вторую еще захватим, будет вообще шикарно. Сейчас как раз на центре можно прожать овердрайв. Неплохой тайминг. Первый есть, второй есть, третий есть, шикарно. Четвертый. Четвертый тоже есть, вообще шикарная работа. Отлично, вот вам возможность реализации смоки с автопушечкой. Многие уже, ребята, это забыли, если честно. Может, она не так сильно давала дэмэдж до этого обновления. Хотя 50 единиц урона. С одной стороны это очень мало. С другой стороны, бывает, что такие обновления изменяют в лучшую сторону пушку. И ребята начинают опять на них играть, начинают вспоминать. Ага, когда-то я играл на хоре-смоке и она нагибала. Давай-ка я возьму, попробую, тестирует. И вправду она начинает нагибать и начинает показывать хороший результат. 7 минут боя. Бой завершается досрочно с поражением. Я делаю 26 киллов для хоре-смоки. Для такого боя это очень хороший результат. По сути могу сказать, что смока на должном уровне. Да, не сказать, что на каком-то сверхнебесном, на сверхжёстком, но на достаточно хорошем уровне. Интересно мне теперь только посмотреть, что покажут суперкумулятивные снаряды. Я 40 лет не играл на этом устройстве. Когда-то это было одно из моих самых любимых устройств на смоке. Я играл очень часто и в матчмейкинге, и даже в прошках на этой смоке. Но потом я просто забыл про это устройство. Да и в целом про пушку. В матчмейкинге я её практически никогда не использовал. За исключением того периода времени, когда жёстко нагибала автопушечка. Ну вот сейчас самое время тестануть и посмотреть, что же покажет суперкумулятивная смока в обычном матчмейкинге. Я хотел, кстати, TDM купить, но спикнул захват флага. Но захват флага тоже неплохо. Заодно и заценим. Так, накидочка хорошая, ровная. Неплохая. Сразу уничтожаем. Оппонентика. Есть у меня здесь страховка, только изида не лечит. Я не знаю, что это за молодой человек. Но там три смоки были неплохие по урону. Мне всё нравится, если честно. Так, доставочку первую оформляем. Это непонятные тиммейты. У меня один хотел, чтобы я ему флаг скинул. Второй просто зачем-то начинает меня толкать. Странные люди. Не понимаю, что они хотят от меня. Так, сейчас уже скоро будет у меня овердрайв. И вот это будет уже, возможно, вариантик заценить урончик. Хороший ли у этой смоки. 2500 скрита за одну смоку. По 600 по броне. Но 600 по броне это немного, если честно. Раньше мне кажется, что эта смока дольше перезаряжалась и больше урона наносила. Может быть, теперь как-то это по-другому работает. Ладно, прожимаем овердрайв. Уносим двух. Уносим трёх. Четвёртого. Уносим четвёртого. Шикарно. Отличная реализация. Плюс у меня ещё в команде есть молодой человек, который играет с новым корпусом. Сейчас паладинчик мне тоже подсейвил там тайминг. Плюс нанёс по оппоненту пробитие. Неплохо. Неплохо сработало. Неплохо. Так, попробуем сейчас через лево разыграть. Пробуем через лево разыграть. И было бы неплохо, если бы я сейчас ещё уничтожил кого-нибудь. Получил бы... Диктатора у нас нету. Получил бы овер. Попробовал ещё за респи. 7 киллов за 2 минуты. Но... Не сказал бы, конечно, что сверх крутой результат. Да. Но по урону пока смука. Неплохо себя показывает. 2 500 скрита. Нормально, нормально. Так. Паладинчик увозят. С бустера вообще приятные цифры вылетают. С бустера приятные цифры. Так, попробуем от этого викинга слить. По 1000 со смоки. Хорошо. Уничтожаем. Приты не такие частые. Возможно, сейчас есть какая-то ещё более жёсткая смока. С большим уроном и большей перезарядкой. Но раньше я отлично помню, что я всегда использовал именно это устройство. Сейчас какое-то оно по ощущениям немножко не такое, которое я хотел. Так, уничтожаем троих. Может быть ещё вот этого занесём. Хорошо. Овердрайв появляется. Прикроем своих тиммейтов. Уничтожим двоих. Третьего уже, наверное, не успею. И здесь за счёт паладина сейчас чуть хп себе выдадим. Блин, какой же шикарный корпус под саппорт. Как же он жёстко тиммейтам помогает. Мне прям безумно нравится. Пункция этого корпуса 16 килов. Отличный результат. Отличнейший результат. 5-0 ведём. Это турбо-выигрышная катка. Турбо-выигрышная катка. 370 очков. При том, что я доставил всего лишь один флаг. В начале. Это хороший результат. Так, 23. Сталина ещё попробуем здесь. Нет, уничтожим. Пробуем разыграть. Нет. 18 килов за 4 минуты. 18 килов за 4 минуты. При том, что я прожрал 2 овердрайва. Хороший результат. Очень хороший результат. Мне нравится нравится эта смока. И возможно, я её в матчмейкинге начну чаще использовать. Окажется. Всего лишь 50 урона. 50 плюс урона. И всё. Но один из самых больших плюсов этой пушки. Это то, что резистов нет. Если бы были резисты, сама бы пушка показывала себя совсем с другой стороны. Я уверен в этом на 100%. Но вот за счёт того, что резов от неё нету, она себя очень хорошо показывает. Так, у меня ещё 4,5 минуты есть. 4,5 минуты. Попробуем сейчас. Здесь проехать. Одного уничтожить. Блин, по второму с бустера не нанёс. По 2,5 можно было накидать с бустера. Не уничтожаю почему-то. 2,5, вот она. 2,5 вылетает. Парефриз хочет меня схавать. Блин. Прокает крит. 86%. Сейчас попробуем ещё хотя бы 1 овер прожать. Если получится, это будет круто. Это будет за 7-минутную катку. Около 30 фрагов. Это будет очень хорошим результатом. Он для меня. Но у нас тиммейт уже вывозит флаг. Позже на то, что я не успею сейчас завязать овер. Или успею. Сейчас посмотрим. Да, наверное, вот здесь надо нажать. Сразу сходу. Это что-то, что-то, что-то. Но и доставляет. Не успел я полностью весь овер провязать. Но 4000 из кристаллов за катку. 24 кило. Неплохой результат. Что я могу сказать по смоке. Она находится в среднем балансе. Да. И я не играю на ней много. Я не знаю, насколько она была плоха до этого. Но могу с уверенностью сказать, что после этого обновления она находится в среднем хорошем балансе. Примерно на таком же уровне, что и рикошет условный. Что твинс. И это дает возможность использовать эту пушку в матчмейкинге. И играть в тех ситуациях, когда, например, от вашей пушки берут резист. Вы чувствуете себя некомфортно. И такие. Ага. Была смока. Хорошая смока. Ну такая, средняя. Ну, в принципе, хорош. И вы так сразу оп, резистов нету. Берете смоку и меняете условно там рикошет, твинс. Или на чем вы играете. Да, там гром, гаусс, страйкер даже. Да. И переодеваетесь и играете. То есть в такие моменты эту пушку можно реализовать. Можно завязать. И что с автопушкой. И что с суперкумилитивными снарядами. Я уверен, что есть еще и другие разные интересные устройства. Да, условные устройства, которые я юзал в одном из видосов. Разрывные снаряды тоже крутое. Мне понравилось. Да, то есть здесь есть определенная вероятивность. Вы можете пробовать юзать. Ну и вот эти вот бронебойные снаряды тоже интересные устройства. Отключающие, оглушающие. Да, здесь по сути все эти устройства можно пробовать юзать. В определенных режимах, в определенных катках они будут работать. Как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу этой смоки. Возможно, вы тоже играли на ней и заметили какие-то свои изменения. Пишите, что вы думаете. Поддерживайте видео с лайками, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а с вами был Мистер Войнек. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.